И таки доброго времени суток вам дорогие подписчики и те кто случайно зашел на этот канал всех вас с наступившим новым годом чтоб вы мне не кашляли были здоровы и сегодня я таки имею вам что сказать сегодня на обзоре у нас будет мод rx200 от компании висмак который таки любезно предоставил магазин на этот обзор seawaper.com заходите в описании по ссылочке и вы там увидите очень много интересного не столько много интересного как на малой арнаутской но все же там есть приличный выбор и таки речь сегодня все таки пойдет об этом моде rx200 и за все время пока я его использую этот мод показал себя только с лучшей стороны я не нашел в нем особых минусов которые бы мне не понравились посмотрите посмотрите только на этот мод он же такой прекрасный как тетя сара с малой арнаутской посмотрите на его талию а вместимость его посмотрите на его вместимость это же мечта каждого это же три аккумулятора 18650 и это таки приличный запас мощности чтобы вы мне там не говорили по запасу мощности этого мода мне его хватает очень надолго во время активного парения мне хватает где-то на полутора суток это я гоняю постоянно дрипку если вы будете использовать какой-то скромненький бачок то вам хватит еще и на дольше может быть на двое суток а кому-то может быть даже аж на целых трое сам мод вышел крайне удачным и крайне интересным для его использования а стоимость такого мода вообще смешная где вы видели такие цены в районе 50 убитых енотов или там можно даже поторговаться где-то дешевле где-то дороже цена просто отличная я рекомендую его покупать бежать доставать свои гроши и платить и не надо вот это прибедняться что дорого стоит или нету денег чтобы вы были таким богатым как прибедняетесь а те кто еще не верит или сомневается во всем этом давайте переместимся на стол и посмотрим его поближе дабы вы удостоверились что он стоит таки своих грошей поехали в данный момент вы видите комплектацию rx200 здесь все у нас идет юсб кабель предупреждение о том что нельзя использовать аккумуляторы с поврежденной изоляцией инструкция у нас здесь идет на английском и на китайском языке проставочка и сам rx200 самод имеет вот интересную такую вот форму она такая вот расширенная по бокам и напоминает больше бочонок вот вы берете его в руку он такой довольно таки массивный и увесистый но несмотря на то что он довольно таки увесистый он имеет компактный размер как для трех аккумуляторов есть моды гораздо более тяжелые и более большие в руке он лежит очень удобно и приятно никаких нареканий нету когда его видел в первый раз вообще на картинках мне показалось что что это за бочка какая-то будет неудобная громоздкая огромная и пока его не получил я думал что он действительно больше а тут оказывается что нет он довольно таки компактный единственное что немного тяжелого а теперь давайте взвесим его без аккумуляторов вот и так он весит 182 грамма сам по себе мод очень легкий вес больше добавляют аккумуляторы так как сделан он в основном из пластика и алюминия причем тонкого алюминия и тонкого пластика но по качеству они все равно довольно таки высокий когда вы берете этот мод в руку у вас не возникает ощущения что вы взяли какую-то дешевую китайскую подделку здесь все сделано на высоте по качеству материалов высоту этот мод 83 с половиной миллиметра в самой широкой части 40 миллиметров вот кстати только что по штангенциркулям вообще случайно поставил царапку вот здесь сверху на этом корпусе вот она видите вот там в углу а это я тоже поставил недавно когда уже скручивал и накручивал атомайзер ну вот да как то так тут выходит это дело теперь немного по конструктиву но насчет царапок я уже сказал пин у нас здесь как я вижу позолоченный он подпружиненный стальная резьба и кстати обратите внимание на мой пин он немножко сместился с этих пазиков которые там внутри стоят на других версиях я смотрел что сам пину вот квадратный стоит четко в этих пальцах я не помню точно он такое у меня уже когда он пришел был с завода или это он у меня сместился в процессе использования под честно не могу вспомнить этого не обращал внимание но проблем у меня никаких не возникало пытался его поправить ничего не вышло но забегу немножко в будущее будет еще одно видео с rx и там я думаю может быть что-то станет ясным ну ладно об этом уже потом весь его корпус наружи алюминиевый и довольно таки тоненький поэтому когда вы используете ваш бак дрипку или еще что-то когда она разогревается очень сильно тепло передается вот на вот эту вот всю часть это в первую очередь происходит то есть здесь нагревается в какой-то момент я начал думать что греется плата или еще что-то но нет я заметил что именно тогда когда у меня разогревается дрипка именно вот эта часть начинает греться больше всего но здесь так же сама компания висмок предусмотрела отверстие для охлаждения платы они кстати здесь находятся еще снизу и так же самое еще отверстие для вывода газов тут должны были бы быть но как-то не сомнительно тут располагается потому что снизу у нас коннекторная площадка и ничего отсюда выходить не будет естественно кнопки сделаны просто великолепно офигенно их очень удобно нажимать очень приятно у нее они имеют вот такой характерный щелчок и мягкий ход кнопки этот звук не напрягает вы его можете сейчас слышать гораздо громче потому что ну камера все таки ближе микрофон ближе но при нажатии вообще вы них никак не ощущаете все отлично юсб порт опять же и можно и заряжать этот мод и прошивать обратите внимание подобные моды с на два аккумулятора заряжать нельзя было через юсб висмок rx200 можно заряжать через юсб это уже проверяла кстати насчет юсб мой друг вовочка сделал замеры на висмоке заряжал от него три аккумулятора 18650 и сделал такие замеры что полная зарядка этого мода от юсб 2.0 составляет 7 часов также вова замерял отдельным прибором уже который подавал сюда полтора ампера 5 вольт там 5 и 2 вольта ну неважно там прыгал отдельный прибор на котором все это настраивается и сам порт юсб шный порт ограничивал зарядку до 500 миллиампер часов то есть до пол ампера заряжал то есть через юсб порт вы можете заряжать только 500 миллиампер часов даже если зарядка будет выше здесь стоит ограничение но это уже сделано в целях безопасности соответственно заряжаться мод отсюда будет гораздо дольше как и говорилось примерно 7 часов если вы хотите быстрее то это уже отдельная зарядка для аккумулятора 18650 там можете зарядить гораздо быстрее ваши аккумуляторы крышечка значит держится крышка просто отлично великолепно чуть-чуть конечно у нее есть люфт но от этого почти никуда не деться но при удержании в руке его вы никогда не почувствуете я по крайней мере его точно никогда не чувствовал если его специально пытаться шатать он появляется сама крышка держится очень хорошо очень плотно она именно держится вот так как нужно не очень сильно но и не очень слабо именно так как нужно очень хорошо держится это все вот на четырех неодимовых магнитах насколько я понимаю и вот этих вот пазиках которые вот сюда вот становится заходит сама крышка вместе с магнитами отлично подумали над решением вот этого вопроса молодцы классно подошли к этому классно все сделали обработка внутри как вы видите отличается от обработки снаружи покрытие у этого мода она немножко такое шероховатое опять же следы от пальцев как вы видите остаются но не так сильно как на и вик виде 7 mini здесь их видно гораздо лучше чем на висмеке rx но опять же он не скользит в руке из-за своей такой небольшой небольшой шероховатость по отсеку для аккумуляторов здесь у нас есть место для трех аккумуляторов 18 650 вообще не подключены последовательно насколько я знаю и здесь у нас указана маркировка плюс минус плюс минус и вот здесь вот вверху на третьем аккумуляторе вот здесь вверху нарисован плюс здесь нарисован минус если вы перепутаете установку аккумуляторов то ничего не случится вот просто не будет включаться вам соответственно нужно будет залезть сюда и поставить их правильно я уже так делал чисто случайно тоже перепутал в какой стороной поставить потом смотрю мод не включается залазил сюда переставлял батарейки все отлично дальше работало конечно же если у вас оригинал проверить подлинность оригинала это или нет можно вот стерев этот защитный слой на задней крышке вашей коробки и тем самым нас перейдя вот поэтому qr-коды перейдя на сайт и посмотреть оригинальный у вас девайс или нет также еще одним методом проверки подлинный ли у вас девайс можно зайти на сайт висмака скачать оттуда в прошивку и попытаться перепрошить по крайней мере если это будет не оригинал то он у вас не прошьется ну возможно может превратить ваш девайс в кирпич поэтому покупайте на проверенных магазинах подобные девайс на сивей пар оригинал если вы будете покупать уже где-то в магазинах где здесь и сейчас так называемая то обязательно попросите продавца зайти на сайт скачать новую прошивочку даже пускай она будет точно такой же как и здесь сейчас стоит и перепрошить его там ничего сложного нету там сводится все к двум трем нажатием там выбор прошивки окей все он у вас перепрошить как посмотрите версию прошивки вашего мода rx 200 сейчас я вам покажу значит для этого мы должны вставить аккумуляторы ленточку закидываем правую сторону смотрим плюс-минус и вставляем вот так вот аккумуляторы очень классно то что подобная система у меня не рвет саму изоляцию то есть здесь углы скошенные они очень гладкие это очень класс здесь же уже все наоборот минусом вниз плюсом вверх загибаем сюда лепесток вложим аккумулятор вот такая вот все выходит вся система и закрываем крышечкой все отлично мод у нас уже сразу же рабочий и теперь для того чтобы посмотреть версию прошивки которая сейчас здесь установлена в нашем моде вам нужно сделать что вам нужно выключить мод пятикратным нажатием кнопки fire все он выключился а теперь начинаем в выключенном режиме вот я нажимаю кнопку ничего не происходит мы начинаем постоянно нажимать на кнопку fire постоянно ее клацаем клацаем до тех пор пока на экране не появится версия прошивки это примерно где-то 20-30 раз поехали не прекращаем нажимать даже когда загорается экранчик нажимаем вот версия прошивки 1.08 я его уже перепрошил когда он ко мне приехал на новую прошивку от висмака которая есть у них на сайте ссылочка кстати на прошивочку тоже будет в описании под видео теперь давайте бегло пробежимся по самой менюшки она здесь очень простая и ничего сложного здесь нету и так для того чтобы перейти в стелс режим то есть и экономить немножко заряды ваших аккумуляторов чтобы изображение не выводилась к вам на экран мы делаем что мы зажимаем кнопку fire и кнопку вниз зажали удерживаем стелс он теперь мод у нас в стелс режиме мы можем парить изображение на экран не выводится если нажать кнопку вниз или вверх конечно же экранчик загорается вы можете подстроить ваш подаваемую мощность и опять же при парении экранчик будет гаснуть и не включаться обратно выйти из стелс режима опять же зажать fire и кнопку вниз стелс of теперь мы вышли из режима стелс мода если зажать кнопку fire и кнопку вверх в режиме варивата то ничего не произойдет разве что вы повысите чуть-чуть вашу мощность если зажать кнопки плюс и минус одновременно и удерживать их то мы заблокируем кнопки вниз и вверх то есть повышение и увеличение вата будет работать кнопка только fire здесь будет выводиться как вы видите сколько секунд вы парите на какой мощности и какой-то режим функции перевернуть экран тут я не нашел поэтому вот плюс и минус значит вниз это минус вверх это плюс потому что если можно будет перевернуть экранчик то расположение кнопок могло бы уже поменяться в режиме варивата этот мод вас не спрашивает новый ли это койл или старый то есть тут этого нету это есть только в режиме термоконтроля и для того чтобы в него перейти нам нужно нажать три раза на кнопку fire допустим мы сейчас находимся в варивате раз два три теперь мы находимся в режиме термоконтроля на никеле как вы видите здесь в углу появилась надпись n и никель и здесь уже если мы зажмем кнопку fire и кнопку плюс одновременно то мы можем заблокировать наше сопротивление вот здесь появился замочек и она теперь заблокирована почему стоит блокировать еще вручную ваше сопротивление после того как вы установите дрипку допустим на никеле титане или стали потому что вот допустим сейчас у меня здесь вот пишет но вот амайзер накручиваем его до конца и нажимаем кнопку fire и что происходит он у нас не спрашивает новый ли это койл и начинает отталкиваться от этого сопротивления соответственно если здесь намотка будет на никеле сопротивление будет очень сильно скакать и уже неправильно будет работать температурный контроль потому что он не спросил но вы или это койл этому моду за это минус потому что ну это уже стало нормой то что он когда спрашивает что у вас новой или нет я понимаю что он высчитывает от сопротивления насколько сильные там изменится сопротивление но все же думаю что стоит спрашивать тем более что я откручивал как вы видите давайте повторим но вот амайзер накручиваем и здесь он уже должен спросить по крайней мере в модах которые я вот уже тестирую последнее время это становится такой вот нормой значит можно переключаться дальше опять трехкратным нажатием на кнопку fire раз два три появляется титан и здесь он у вас уже видите спрашивает новый лето койл вверх это да вниз это нет также мы в трехкратным нажатием переключаемся в режим ss это сани стил сталь 316 по крайней мере под эту сталь здесь выставлен температурный коэффициент если вы будете использовать другую мод может работать уже некорректно вот и все по вот этой вот менюшки этого мода пользоваться очень просто ничего сложного тут нету итак теперь приступим к тесту на сжигание ваты на термоконтроле здесь у нас сейчас стоит никель из 450 по фаренгейту как я это и люблю 0.19 сопротивления и 200 ватт максимальная подаваемая мощность и изначально он будет подавать 200 а потом естественно снижать ее давайте посмотрим на первый разогрев спиральки не появится ли там перегрева и тому подобное нажимаем на кнопочку а потом посмотрим то что будет происходить на экранчике значит вот еще раз все видно кей поехали вот первый такой хлопок на 200 ватт он выдал потом темп protection снизил температуру и он снижает даже не так как температуру как мы видим вот температура остается отсечка 10 секунд а снижает саму мощность видите он там 3 вата подает 10 а температура пытается сохранить ее на уровне вот очень очень интересно ну давайте два раза я уже прожег давайте ее достанем и посмотрим что же здесь внутри сжег он ее или нет как мы видим ватка слегка слегка вот здесь вот пожелтела вот но смочена конечно же она была не так как обычно мы парим дрип как она так плотничком но все же небольшая желтизна здесь появился опять же это желтизна могла остаться от самого нагара на самом кайлике когда я тестировал другие моды там были инциденты интересные когда они зажигались те кто следят за каналом в принципе видят где намотка сменилась где нет значит но скорее всего это вот именно вот от этого термоконтроля но это допустимо то есть тут ничего страшного естественно до таких состояний вы не будете ее доводить и у вас там будет жидкости конечно уже больше для того чтоб не происходило вот таких вот подгораний на никеле термоконтроль на висмике rx200 работает теперь будем тестировать термоконтроль на титане я специально открутил немножко дрипку что вам показать что я нажму все-таки что это новый койл что он его увидит сейчас накрутим ну допустим вот так вот новый койл нажимаем вверх до сопротивление здесь 0 6 вышло можно его еще дополнительно заблокировать и в принципе это лучше всего сделать хоть и он уже запомнил именно это сопротивление и если вы не заблокируете то он будет показывать вам динамическое сопротивление который в данный момент будет на ватке в момент парения если вы заблокируете то он не будет показывать все лишь замочек и сопротивление я на всякий случай заблокирую дабы тестирование проходила более корректно значит те же самые 450 по фаренгейту как я и люблю давайте первое что нас интересует не появится или здесь такого вот возгорания поехали ватка смочена кстати нет ничего абсолютно вот подал опять же мощность темп протекшн снизил ваты температуру ну сейчас еще разок температуру вода старается держать где-то близкой к тому что мы выставили и все ничего не происходит еще раз еще раз все отлично круто круто очень круто по вытянем сейчас ватку посмотрим вообще даже чуть-чуть даже не пожелтела даже с учетом того что здесь спиралька уже грязная ватка осталась белой термоконтроль на титане на rx200 работает а сейчас последний термоконтроль это на стали который здесь присутствует у нас здесь выставлен сс станет стил специально нажимая что нет атомайзера и хочу кстати обратить ваше внимание что он постоянно тестирует ваше сопротивление которое здесь у вас указано как мы видим вот здесь на экранчике появилось 06 то есть я еще ничего не нажимал а он уже определил как 06 сопротивление здесь на стали мы его будем блокировать вручную так как сопротивление там которое было до этого накручено и сейчас не особо изменилось и мод почему-то не посчитал нужным спросить новые ли это кайл поэтому мы его заблокируем вручную зажали появляется замочек все отлично 450 по фаренгейту 200 максимальной мощности обратите внимание здесь намотан специально микро кайл на стали 316 здесь 032 это сделано специально для того чтобы показать вам что здесь она работает и вот термоконтроль как работает здесь я конечно же уже тестировал смотрел он должен работать везде на всех платах именно так даже в микро кайле он должен работать корректно ну что ж давайте посмотрим что будет происходить внимательно смотрим на спиральку появится ли разогрев и смотрим потом на экранчик зажали вот такой вот хлопок все темп протекшн темп протекшн ничего не происходит все снизили подаваемую мощность все отсечка 10 секунд отлично теперь достанем его и посмотрим смотрите ватка опять же слегка слегка здесь потемнело и то мне кажется из-за того что коэлик немножко здесь был прожжен потому что предыдущих тестах опять же тут все возгоралось вот здесь термоконтроль на стали работает тоже корректно как и на никеле и на титане вывод термоконтроль на rx200 работает корректно на всех трех видах металла отлично итак очень обрадовал меня этот мод своей работой своей корректностью работы теперь давайте поднимемся наверх и немножко еще поговорим о этом моде итак что я могу сказать по этому моду мод вот именно этот rx200 просто офигенен это просто бомба это взрыв его сочетание качества и цены просто офигенно за мод на 200 ватт на три аккумулятора который даст вам автономность и действительно возможность вытянуть 200 ватт хорошее качество сборки отличная работа термоконтроля за цену в районе 50 долларов это просто обалденная цена я понимаю что кто-то сейчас на может накинуться и писать там в комментариях что мол а ты же не замерил выдает он 200 ватт или нет есть графики других обзорщиков на которые можно посмотреть опять же для корректных замеров того что есть сколько он может выдать нужен мультиметр очень хорошего качества и стоят такие интересовался это где-то в районе 150 долларов где-то такой вот это только за мультиметр или осциллографы что будет еще лучше они стоят в районе 250 300 долларов у меня пока такого нету поэтому вот точно сказать не могу но можно посмотреть на обзоры других англоязычных обзорчиков по крайней мере на их показания остеолографов и все станет отлично я думаю этот мод свои 200 ватт выдаст даже если кто-то там скажет он не дотянет там какие-то свои там может 10-15 ватт блин там не все равно будет абсолютно он стабильно корректно работает такой девайс подойдет как и новичку так и профессионалу до этого конечно в мире существовали девайса на 3 аккумулятора 18 650 я видел он был там один но он был такой огромный довольно таки а этот мод rx 200 уже более компактный также вы спросите некоторые как он жарит спирально сколько быстро он ее разогревает у меня сейчас действует 50 ватт моя любимая намоточка 0 4 канталом параллельки 7 витков на оправу два с половиной миллиметра и сопротивление у меня здесь 0 23 ома сейчас здесь они уже остывшие для тех кто может не поверить или будет сомневаться я специально сейчас сюда подую еще чтобы их охладить а то скажет а раскочегарил спиральку а потом навалил отсюда в облако вот перед секундной затяжкой я думаю что вот за время пока видео не обрезалось вы видели сколько прошло и я плюс еще поду думаю сейчас вы все увидите поехали ну секундно это там плюс минус долей секунды ну вот это за секунду конечно же когда спирали раскочегаривается она наваливает еще больше но многие моды такого эффекта не дают такой эффект дает плата dna 200 там где мгновенный разогрев спирали до той мощности которая вам нужна а тут у нас плата от висмака но компания висмак является или дочерней компании или как-то очень плотно сотрудничает с компанией джойтех здесь стоит плата от джойтех и почему именно от джойтех здесь стоит плата потому что компания висмак начал выпускать точно такие же моды в точно таком же корпусе немножко с другой расцветкой на плате dna 200 и так случилось что компания evolve не смогла поставлять платы не смогла их поставить вовремя компании висмак и та не смогла произвести моды на плате dna 200 корпуса уже наделанные заказы уже есть нужно что-то делать что-то выпускать фирма могла бы разориться я думаю что компания джойтех отдала плату свою которую она готовила на свой мод 200 ватник она отдала висмаку и тем самым спасла свою дочернюю компанию буду ли советовать покупать такой мод однозначно буду но опять же только тем кто готов столкнуться с тем что это нелегкий мод если сюда еще какой-то более тяжелый бак поставить он станет еще тяжелее конечно же в кармане вы его будете чувствовать как говорится карман тянет в прямом смысле этого слова но если вам нравится более тяжелый девайс либо всегда ходите с рюкзаком с сумкой там на через плечо и для вас это не имеет значения это мод для вас как минимум даже из-за той автономности которая в нем есть которая дает три аккумулятора то есть вы на день можете поставить сюда аккумулятор и уйти и не волноваться что он у вас сядет то есть до конца дня если у вас заряженный аккумулятор все отлично будет плюс можно его опять же подзарядить через usb разъем где-то на работе в машине по дороге это тоже отлично хоть и опять же с ограничением в пол ампера но все же хоть как-то в дальнейшем выйдет еще одно видео которое будет посвящено rx 200 и там я его разберу покажу что внутри и произведу еще некоторые манипуляции с ним но об этом обо всем в следующем обзоре а на данный момент надеюсь вам было полезно эта информация интересно может быть вы определились покупать его или не покупать стоит ли он своих денег на этом все всем удачного до свидания а